Сделаем наш мир чуточку добрее. В музее усадьбы Рукавишниковых подвели итоги премии Нижегородский Феникс. Дипломы, как знак уважения и признательности, получили 20 жителей региона, которые внесли весомый вклад в решение социальных проблем, а также в сохранение и развитие культуры благотворительности. К примеру, награду получил фонд Нижегородского онкологического научного центра, который за 8 лет смог помочь почти 400 детям. Когда я прихожу в больницу, и я вижу глаза этих деток в масках, эти детки, которые, знаете, они хотят жить, они смотрят на нас надеждой. И каждый раз, уходя из больницы, я думаю, ну если не мы, то кто же? Мы можем не заниматься этим, но, скорее всего, больше половины тех деток, которые выздоровели, они не выздоровели, потому что мы просто ходим, просим, собираем эти денежные средства, все откликаются, и благодаря этому удается помочь, на самом деле, очень большому количеству детей. По итогам прошлого года организаторы премии выделили 7 направлений. Заслуженные награды вручали по номинациям «Благодворитель» и «Доброволец года», фирму «Доброй воли», инициативу благотворительности в сфере добровольчества, а также социальный журналист и СМИ года. Как отмечают лауреаты и организаторы премии, особенно приятно, что почетные награды вручаются при поддержке правительства региона. А сам губернатор Валерий Шанцев в статусе попечителя. Мы получили такую высокую награду, и нам очень приятно ощущать поддержку от губернатора Нижегородской области Валерия Шанцева. И мне кажется, когда есть поддержка губернатора области, чувствуешь себя увереннее, хочется еще делать и творить добрые дела во благо своего города, во благо области. Все наши коллеги, которые приезжают из других регионов, когда мы им говорим, что у нас губернатор лично вручает премию благотворительности, они сначала не верят просто, потому что не один губернатор не сидит час на мероприятии, которые про общественное признание. Это все-таки не съезд. А когда они попадают сюда и видят это все своими глазами, они начинают нам завидовать. К слову, глава региона уже заявил, что планирует расширить границы премии. Валерий Шанцев хочет и лично принять участие в некоторых благотворительно-гражданских проектах. Наблюдая за теми, кто пользуется сетью Facebook, они уже объединились и проводят акции. Поздравляют ветеранов в самых отдаленных уголках нашей области. Собирают деньги для того, чтобы покупать лекарства детям. Очищают от грязи берега, рек, озер. Я с удовольствием бы сам поучаствовал в такой акции. Кстати, по данным Русфонда, Нижегородская область сейчас входит в число регионов. Лидеров России по степени участия жителей в благотворительности. На сегодня у нас зарегистрировано почти 250 социально ориентированных некоммерческих организаций.